Нашей следующей темой будет изучение объекта модуль. Объект модуль это основополагающий объект в понимании модулей. В нем есть множество важных свойств, которые понадобятся нам в более сложных сценариях поведения, к которым мы скоро с вами перейдем. Объект модуль является переменной, которая существует в каждом модуле. Выведем ее. Cancel.log. Модуль. Итак, запускаем, сейчас я все сюда чищу, потому что модуль большой и вот здесь мы его увидим. Итак, что такое модуль? Переменная модуль есть в каждом файле и содержит информацию об объекте данного модуля, который по мере того, как Node.js обрабатывает файл, постепенно заполняется. Кратко пройдемся по его основным свойствам. Первое – ID. ID, как правило, содержит полный путь к файлу. Если операционная система поддерживает символические ссылки, и файловая система их поддерживает, конечно же, то все символические ссылки будут здесь отрисовлены. Если вы вдруг являетесь пользователем Windows и не знаете, что такое символические ссылки, то ничего страшного, для понимания это не критично. ID используется внутри Node.js. Как правило, мы сами его использовать не будем. Экспорт мы уже знаем. Это экспорт и то, что выдается наружу. Parent – это ссылка на родительский модуль, то есть на тот модуль, который рекуарит данный. FileName – имя файла полное с учетом отрисовленных ссылок. Loaded – загрузился ли модуль. На момент, когда мы вводим в конце log модуль, этот модуль еще до конца не обработан, файл-то не выполнен до конца, поэтому LoadedFalse. Children – это те модули, которые данный модуль подключил через require. В данном случае тут только один модуль, который, кстати, обратите внимание, LoadedTrue. Он тоже загрузился. Paths – это тоже внутренняя переменная, как и ID, и мы ее не будем использовать. Я скажу о ней несколько слов позже, когда мы будем разбирать порядок поиска модулей с учетом путей. Из этого обширного списка нам важны два свойства, которые на практике используются наиболее часто. Это свойства parent и export, поэтому о них мы в дальнейшем поговорим более подробно. Первый, можно сказать, разминочный прием, который мы с вами обсудим – это использование модуль parent. Бывает так, что какой-то JS файл может работать как в режиме прямого запуска через Node данный файл, например, Node Server.js, так и в качестве модуля для чего-то другого. Например, модуль Server.js будет запускать вот этот вот функционал только в том случае, если он запущен явно. А если нет, если какой-то другой модуль его подключил, то пусть он этот функционал экспортирует. Разделить эти два случая можно при помощи проверки. IfModelParent. Если ModelParent есть, это означает, что Server.js кто-то подключил. И в этом случае имеет смысл экспортировать этот вот весь функционал, например, заключив его в функцию run. Вот так вот. И сделаем export.run равно run. А если модуль парента нет, означает, что Server запущен сам по себе. В этом случае давайте запустим эту функцию прямо сейчас. Проверяем, пока что она работает? Работает. А допустим, я сделаю новый модуль. Назову его app.js. var.server равно require. Подключу к нему сервер. Ну-ка, попробую запустить Node.app. Обратите внимание, ничего такого не произошло. Ну, то есть, конечно же, юзера она подключила. В любом случае она его подключает. Но run не запустилась, потому что есть model parent, потому что модуль работает именно в режиме модуля. Беру лишний консолок. Соответственно, если здесь я захочу вызвать сервер, я вызываю server.run. О, отлично. Как правило, такой прием используется в всех случаях, когда пишется какая-то консольная утилита или какое-то независимое приложение, которое, однако, может работать как часть чего-то другого в том числе. Следующий прием по работе с модулями, который мы изучим, касается правильного использования в модуль.exports. Когда мы записываем свойства в exports, для того, чтобы вынести из модуля, на самом деле мы пишем их в модуль.exports. Модуль.exports это и есть то самое истинное свойство объекта модуль, которое наружу выходит. А exports и this в контексте модуля являются ссылками на него. Поэтому я могу написать export.user равно user, а могу написать this.user равно user. Разницы не будет. Могу написать и полностью modul.exports равно user. Обычно используют exports по двум причинам. Первое это то, что это короче, чем модуль exports. А второе это то, что this еще короче, но this менее универсален. Потому что this на уровне модуля это то же самое, что exports. А вот this функция уже будет другим. Поэтому для унификации используют везде обычный exports. Если нет какой-то особой причины, используют модуль exports. А какая-то особая причина. Если мы внимательно посмотрим сейчас на наш код, то тут мы видим некоторую несуразность. Мы на самом деле из этого модуля хотим наружу выдать только функцию, вот эту, user. Мы не хотим выдать что-то еще, и поэтому объект здесь не нужен. Нам бы хотелось так. User. Получили функцию. Использовали. Без всякого промежуточного объекта. Это возможно, если записать модуль exports вот так вот напрямую. То есть экспортируемый объект как раз и будет нашей функцией user. Обратите внимание именно так. Записать вот так вот было бы невозможно. Это не работает. Потому что, смотрите, у нас есть модуль exports, а exports это всего лишь ссылка на него. Если заменить эту ссылку, то на модуль exports это не повлияет. Так работают объекты в JavaScript. Если я меняю что-то по ссылке, то оно изменится здесь, внутри объекта. А если я заменяю саму ссылку, то ничего не произойдет с другими ссылками. Итак, проверяем. Node Server. Все хорошо. Наш код стал еще проще. Следующим этапом мы добавим к проекту базу данных. Пока что это будет не полноценная база данных. О ней мы поговорим позже. А просто на уровне структуры мы поговорим, как это реализуется и почему работает. База данных будет файлом db.js. И здесь у нас для базы данных прямой кандидат. Это вот эти вот фразы. Давайте сразу поместим фразу в базу данных даже. Сделаю я для этого каталог db. И здесь будет не db.js, а index.js. И база сюда. У объекта базы есть что? Есть метод connect. И при вызове этого метода пусть она загружает фразы. Phrases. Сейчас это просто так. А конечно же в реальной жизни это будет подсоединение к базе данных, из которой потом можно делать запросы. Как? Ну пусть у нас будет метод getPhrase. Этот метод будет возвращать соответствующую фразу. Ну а если нету, то выдавать ошибку. Теперь используем эту базу в объекте user. Вот у нас тут WebStorm опять поправил путь. Ну да, мы его исправим. Еще раз. Фразы теперь будут получаться из базы данных. Вот так. База данных на уровне выше находится. И вместо phrases.hello мы делаем db.getPhrase.hello. Вот так. Запускаем. Ошибочка вышла. Какая ошибка? Ага. Я не загрузил ничего из базы. Давайте загружу db.connect. Действительно, когда мы обращаемся к базе, нужно сначала connect, а потом все остальное. Запускаю еще раз. В этот раз все хорошо. А теперь, так как эта база данных глобальная для нашего проекта, то давайте я воспользуюсь ей в сервере тоже. Подключу объект базы вот сюда. И выведу. В run console.log.deb.getPhrase.runSuccessful. Успешный запуск. Добавлю эту фразу в базу. И теперь несколько слов о том, как это все будет работать. Когда Node.js первый раз загружает модуль, он полностью задает соответствующий объект модул. С учетом парента, экспортов и аналогичных свойств. И вспоминает его у себя. Модуль ID, тот самый, который обычно является полным путем к файлу, служит идентификатором для внутреннего кэша. Node.js как бы запоминает. Файл такой-то, для него создан объект модуля такой-то. И в следующий раз, когда мы получаем тот же файл, а файл-то по сути дела одинаковый, да? Просто пути разные к нему. Но абсолютный путь одинаковый. Node.js обращается к кэшу и берет все тот же объект. И получается, что и здесь, и здесь будет использован один и тот же объект базы данных. Соответственно, прием здесь такой. Первый раз, когда подключается модуль, он инициализуется. В данном случае используется connect базы данных. В дальнейшем модуль уже инициализован, поэтому мы просто его берем и пользуемся. А теперь сделаем следующий логичный шаг. Дело в том, что смотрите, здесь мы db получаем из текущей директории, а здесь из родительской. А подумаем, что произойдет, когда мы юзер будем развивать. И у директория юзер будут поддиректории. Получается, что здесь я делаю require вот так. А в поддиректории мне нужно будет делать require вот так. А если я буду переносить файлы, то мне нужно следить, чтобы пути автоматически правильно обновлялись. Конечно же, IDE нам поможет в этом, но тем не менее. Как бы нам сделать такую простую штуку, чтобы база подключалась просто так? Зачем мне указывать явно путь к базе, если мы знаем, что имеется в виду одна, которая в корне, главное? Для того, чтобы так сделать, нам нужно понимать порядок поиска модулей в Node.js. Для этого обратимся к документации. Поищем Node.module. И первая же ссылка даст нам документацию modules.html по модулям в Node.js. Здесь в дальнейшем я буду по возможности именно комментировать документацию, которая уже есть, разъяснять всякие тонкие моменты, нежели чем писать какие-то свои выводы. Просто потому, что в документации все равно нужно ориентироваться, ее нужно понимать. В данном случае здесь есть описание ряда свойств, о которых мы говорили, модуль. И нас интересует порядок поиска модуля. Вот так. Это то, что происходит, когда вызывается require. Скорее всего, если вы видите это первый раз, то не очень понятно. Я постараюсь разъяснить. Итак. Require.module. Вообще в Node.js есть много встроенных модулей. Например, модуль по работе с файловой системой fs. И если это такой встроенный модуль, то require сработает тут же. И все. Готово. Дальше. Если я указал путь к require. Вот. В данном случае это .db, скажем. Тогда Node.js поищет файл по этому пути. Попытается либо найти данный файл, как указано здесь, там, js, node, либо затем он пытается получить этот файл как директория. Здесь есть упоминание о package.json, но позже поговорим про это. В нашем случае он возьмет db.index.js. И это и будет файлом модуля. Ну и наконец, третий пункт. Третий сработает по этому алгоритму в том случае, если я путь не указал, и при этом это не встроенный модуль. Тогда Node.js будет его искать. Искать его как? Есть специальное название директории, которое называется Node.models. И он пэчит эту директорию сначала в текущем местоположении. То есть здесь server.js, он пэчит директорию вот такую вот. Start Node.models. Если он ее найдет, то он попытается взять модуль из нее. Я перенесу сейчас. И обновлю везде пути. Да, здесь db. Уже обновление не нужно. Здесь тоже db. Запускаю эту штуку. Node.server.js. Вот, видите, все сработало. То есть оно ее нашло. В директории Node.models. Либо, если в директории Node.models нету, то оно пэчит директорию Node.models выше. Точка-точка, Node.models. Там не найдет, ищет еще выше. И так далее. Помните, мы смотрели такую штуку Model.paths? Model.paths – это как раз все пути, по которым оно будет искать. Иначе говоря, это просто текущий путь, и все выше него. Это нужно за тем, что, как мы с вами в дальнейшем будем проходить, можно делать директорию Node.models, в нее ставятся внешние пакеты, внешние модули, и потом они так вот доступны. И эта директория может быть выше, выше, вообще на любом уровне выше. Может быть несколько директорий. Первая найдена, где этот модуль есть, послужит точкой остановки. Таким образом, я могу использовать вот такой вот путь, если DB есть в Node.models. Ну а что, если я не хочу помещать ее в Node.models? Хочу просто сделать, зачем усложнять, да? Обычно DB и Node.models совершенно ни к чему. Можно сделать и так. Потому что после того, как оно поищет все эти Node.models и ничего не найдет, оно использует еще одно место для поиска. Это переменная Node.path. В Node.path можно указать несколько путей, по которым оно еще будет искать. В данном случае, давайте я укажу. Вот сейчас я переместил DB, я запущу, не срабатывает, не находит модуля. Но если указать Node.path, равно точка, переменное окружение. Если вы работаете под Windows, то переменное окружение ставится при помощи set команды, если вы из командной строки. Либо переменное окружение вы можете поправить в настройках вашего файла у менеджера или откуда вы там запускаете. Соответственно, Node.path. Все хорошо. Потому что точка, то есть текущий путь, добавился в список тех, по которым происходит поиск. И, наконец, кроме Node.path, по историческим причинам происходит поиск еще вот в таких директориях. То есть в домашней директории в .NodeModels, в домашней директории в .NodeLibrary, и еще здесь, где префикс, это префикс установки. Вообще на это можно не ориентироваться, потому что в реальной жизни мы этим пользоваться не будем, это не нужно, просто так повелось. Давно когда-то было по-другому, и от давно остались вот эти вот пути. Итак, что мы получили? Мы получили следующие дополнительные приемы работы с модулями. Кэширование модулей. Подключаем модуль один раз, инициализуем, и в дальнейшем пользуемся уже объектом. То есть заново файл модуля никогда не считается. Хотя существуют такие специальные команды, которые позволяют сделать пустым кэш Node.js, то есть убрать модуль из кэша. Можно поэкспериментировать, если хотите, в документации. Но обычно этого никто не делает. Итак, прочитали модуль, закэшировали. Дальше. Если мы хотим, чтобы модуль у нас был глобальным, то есть искался без пути, то он должен быть в Node.models, либо по Node.path должен искаться. Ну и наконец, следующий прием, который мы с вами рассмотрим, называется модуль фабрика. Он используется для того, чтобы передавать в модули параметры. Мы посмотрим этот прием на практическом примере, а именно в процессе подключения логгера к нашему приложению. Логгер – это отдельный модуль, который мы назовем logger.js. Мы пока сюда ничего записывать не будем, а сосредоточимся на том, что нужно, чтобы им пользоваться. А именно varLogger или просто log равно requireLogger. Мы хотим что? Мы хотим, чтобы, когда я вызываю log что-то, то выводила соответствующая здесь строка, и перед ней было название модуля, который ее вызывает. Соответственно, получается, что, чтобы мне логгер выводил здесь именно название текущего модуля, мне нужно текущий модуль ему передать. Давайте я это сделаю. Вот. Паттерн модуль фабрика заключается в том, что я подключаю модуль и тут же передаю ему параметры. Параметры при подключении я никак не могу передать через запятую. Нет такого. Я могу получить логгер и таким образом создать нужную функцию. То есть, внутри логгера давайте я скопирую это в логгер, чтобы было видно, как этим пользоваться. Я делаю модуль экспорт равно фабричная функция, которая получает название модуля, который нужно логировать и которая, исходя из этого модуля, делает функцию логгер. Эта функция будет что делать? Она получает какие-то параметры и давайте она будет передавать их к концу логу. Конечно, можно и файл выводить в базу и куда угодно. К концу лог точка apply console arguments. мы передадим все аргументы в конце лог и давайте не просто их передадим, а еще кое-что добавим. args равно slice args делаем из arguments обычный массив и прибавляем ему модуль точка файл name имя файла. Вот, сначала мы прибавили имя файла и передали все аргументы в консоль. Что ж, давайте проверим работает ли оно. Сейчас я сделаю разбивку по вертикали. Запускаю. О! Как видим каждый модуль теперь выведен. Этот модуль сказал вот этот, этот модуль сказал вот это. можно конечно же прибавлять не название модуля, а например только последние два элемента. Поле для эксперимента здесь большое и в дальнейшем мы поговорим о некоторых уже готовых логерах, которые можно поставить и использовать. Итого, на этом занятии мы поговорили о различных приемах работы с модулями, о том, что такое объект-модуль, как запустить модуль в различных режимах приложения или компонента, как экспортировать то, что нам надо, а не обязательно объект, как работает кэширование модулей, и именно это кэширование модулей позволяет, кстати, избежать глобальных переменок, как происходит поиск модулей, и как реализуется передача параметров в модуле при помощи модуль фабрики. На нашем следующем занятии мы поговорим о пакетном менеджере NPM и обсудим некоторые модули, которые используем в дальнейшем в процессе разработки. Продолжение следует... Продолжение следует...